Сервис Hyundai Mobility обновил список автомобилей, доступных для онлайн-подписки. Так, с ноября этого года пользователи сервиса смогут оформить подписку на компактный кроссовер Hyundai Creta нового поколения. Для подписки доступны хорошо оснащенные двухлитровые версии с автоматической коробкой, передним или полным приводом и в комплектациях Lifestyle с дополнительным пакетом Premium Music или Prestige. Модель предлагается для подписки по нескольким тарифам, включая посуточный и годовой тарифные планы. Во втором случае минимальный ежемесячный платеж составит 32 тысячи рублей. Кроме того, с ноября пользователи Hyundai Mobility могут подписаться на другие кроссоверы. Это Tucson, Santa Fe и Polisade, в комплектациях, которые ранее не предлагались. А еще компания Hyundai расширила набор вариаций кроссовера Tucson. Теперь их семь вместо пяти, причем новые версии предназначены только для дизельных автомобилей. Так, отныне список исполнений будет открывать новая комплектация Family Plus. В нее включены 6 подушек безопасности, климат-контроль, медиа-система, запуск двигателя кнопкой и прочие приятности, включая светодиодные фары и камеру заднего вида. Из варианта Lifestyle, что располагает датчиком дождя и багажными рейлингами, выросла комплектация Lifestyle Plus, которая имеет комбинированную обивку сидений, виртуальные приборы, дорогую аудиосистему и контурную подсветку салона. Надо заметить, что россияне очень тепло приняли дизельные Tucson, так что пополнение гаммы-версий выглядит вполне логичным шагом. И еще одна новость от марки Hyundai. Спустя всего полгода после выхода на немецкий рынок электромобиль Hyundai Ioniq 5 получил титул «Автомобиль 2022 года в Германии». Напомним, что Ioniq 5 — это крупный хэтчбэк, дизайн которого больше напоминает футуристический концепт, нежели серийную машину. Помимо внешности, батарейный кореец удивляет чудесами компоновки. Расставив колеса по углам кузова, авторы машины получили трехметровое расстояние между осями. Для сравнения, у огромного кроссовера Hyundai Polisade колесная база на целый дециметр меньше. Пятый Ioniq стал первой моделью, в основе которой лежит новейшая архитектура E-GMP. Платформа имеет одно и двухмоторное исполнение. Но главное, именно корейцы раньше других внедрили электромоторы и батареи нового поколения.